Я не понимал, о чем говорят другие, затем уже в девятом классе. Моя учительница по математике на каждом уроке называла меня тупицей. Представьте, учительница, человек, имеющий авторитет и влияние, она постоянно называла меня тупицей, и она говорила «тупица, Реннер». И одноклассники думали, что это забавно. Это стало моим прозвищем. Когда я переступал порог школы, все кричали «тупица, тупица, тупица». Дьявол называл меня тупицей, и он твердил мне, что я неполноценен, я умственно отсталый. А я и без того чувствовал себя неполноценным. Ведь я уже пропустил половину учебного года, и я не понимал, о чем говорят на уроках. Учительница называла меня тупицей, и ей вторили все учащиеся. И вот в девятом классе я сдавал тест на профориентацию. Взрослые пытались определить, на что я способен. И меня пригласили консультанты по выбору профессии. Они помогали учащимся определиться с их будущим образованием и специальностью. Они сели напротив меня и сказали, «Рик, мы не хотим тебя обидеть, но твои умственные способности не позволяют тебе получить высшее образование. Нет способностей». Советуем, научись работать лопатой, мешать бетон, занимайся физическим трудом. Ты не создан для умственной деятельности. Это было мнение двух авторитетных личностей, и я почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. Я и без этого чувствовал себя глупым. У меня были проблемы в школе из-за той болезни, а я вернулся в школу и ничего не понимал. И это убеждало меня в том, что я глуп. Учительница каждый день во всеуслышание называла меня тупицей. Другие школьники называли меня тупицей. А теперь два консультанта сказали, что я умственно неполноценен. Он — дьявол. Он — диаболос. И он со всех сторон наносил удар за ударом, удар за ударом, пытаясь проникнуть в мой разум и разрушить меня изнутри. Если бы я поверил в его ложь, то что бы случилось? Он бы возвел в моем разуме твердыню и построил бы надежную крепость лжи. Если бы я поверил во все это, моя убежденность наделила бы ложь силой, потому что вера всегда наделяет силой. И если бы я поверил в ту ложь, она бы перешла из сферы мышления в реальность. И я бы прожил свою жизнь как неудачник, как неполноценный человек. Я бы точно сегодня не говорил с вами. Это была атака на Божье призвание в моей жизни. Друзья, сегодня никто не скажет обо мне, что я глуп, что я умственно отсталый. Дьявол преследовал Божье призвание. У дьявола нет способности знать будущее, но он точно знает, что Бог желает совершить что-то именно через вас, через каждого из вас. Именно поэтому он атакует ваш разум. Он желает уничтожить вас и не позволить вам войти в Божье призвание, но вы не должны пасть жертвой его атак. Вы можете разрушить эту ложь. И Библия говорит, что у вас есть оружие против нее. Но вначале я сделаю краткий обзор с семи этапов того, как дьявол атакует разум для того, чтобы строить твердыни. Первая фаза. Он лично атакует разум и чувства человека. Я лично пережил это. Вторая фаза. Он использует давление извне для усиления атаки на разум и чувства. Фаза номер три. Ваш жизненный опыт начинает подтверждать его ложь. Ложь номер четыре. Люди, имеющие влияние, начинают повторять слова дьявола. Номер пять. Вы начинаете верить. Верить в ложь, которую слышите. И все это действует в вас каждый день, каждый день, каждый день. И вы начинаете думать, что это правда. Номер шесть. Ложь начинает перемещаться из сферы разума в реальную жизнь. И, наконец, седьмая фаза. Дьявол берет вас в заложники. Вы становитесь пленником твердыни в разуме. И из этой твердыни он, как злой тиран, начинает править и господствовать, управлять вашей жизнью. Друзья, это не должно случиться с вами. Дьявол пытался осуществить это в моей жизни. Но я пережил крещение Святым Духом. И вместе с Богом мы уничтожили эту твердыню. Иисус, Господь всего, включая ваш разум и ваши чувства. И во 2 Коринфянам 10.4 сказано, что Бог дал вам оружие для разрушения твердынь. Дал вам оружие. Во 2 Коринфянам 10.4 говорится, что оружие воинствования нашего не плотские. Слово «оружие», по-гречески «хаплан». Это слово описывает все оружие, все обмундирование, все, что принадлежало римскому воину, все, чем можно пользоваться в битве. Это же слово мы находим в Ефесянам 6 главе 11 стихе. Ефесянам 6.11 сказано, «Облекитесь во все оружие Божие». Греческое слово «паноплия». Слово «пан» означает «все». И вторая часть слова «хаплан». Это слово описывает все вооружение римского воина, который сражается. И это важно. «Паноплия» — абсолютно все оружие, все части вооружения. Не по отдельности. Бог дал сразу все для победы над врагом. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Что означает слово «козни»? Перевод греческого слова «методия». Вот это да. А слово «мета», которое означает «вместе», «совместно». Слово «ходос», которое описывает дорогу. Два слова «вместе» образует слово «методия». Это слово описывает того, кто идет по дороге, движется по одному маршруту. В этом слове смысл направления, плана, цели. Это значит, что дьявол не направляется куда-нибудь, а у него есть маршрут атаки. Все продумано. И у него есть главная цель — ваша голова. Почему голова? Потому что ваш разум является главным центром управления вашей жизни. Тот, кто управляет разумом, управляет вами. Тот, кто управляет мышлением, управляет вашими чувствами. Кто управляет чувствами, будет управлять вами, как марионеткой. Вы станете куклой в его руках. Он будет определять ваше мнение о себе. Тот, кто управляет разумом, управляет жизнью. Именно поэтому Бог желает господствовать в вашем сознании. Если Иисус, Господь вашего разума, ваш разум будет обновляться, и вы будете мыслить правильно, и Божий план исполнится, но дьявол может захватить ваш разум, построить в нем твердыню и сделать вас пленником. И очень важно, в Библии написано «козни дьявольских». Дьявольских, тоже слово «диаболос». Это тот, кто постоянно атакует снова и снова, дьявол движется к цели, он знает, куда идет, прямо к вашему мозгу. И вместе со словом «козней» по греческому «методию», это означает, что он направляется к вашему разуму. Он желает взять ваш разум в плен, и он, дьявол, будет пытаться проникнуть в него, нанося удар за ударом, удар за ударом, пока не проникнет внутрь и не разрушит. Он хочет построить свою твердыню. Но вы не должны позволить дьяволу сделать это. У вас есть оружие против него. И в 6 главе Ефесянам мы читаем об этом оружии. Например, в Ефесянам 6.14 говорится о двух элементах вооружения. «Итак, станьте, припоясав, чресла вашу истинную». У нас есть пояс истины. «И облегшись броню праведности». Друзья, у нас есть броня праведности, чтобы остановить атаку. 15 стих. «И обувь ноги в готовность благовествовать мир». Я называю это обувь. Обувь и убийцы. 16 стих. «Апаче всего, возьмите щит веры». У вас есть щит веры, и далее сказано, «которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». 17 стих. Здесь еще два элемента. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». И, наконец, 18 стих. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом». Здесь речь о копье ходатайства. Если вы обличетесь во все это, у вас будет 7 элементов вооружения, данных Богом. И, кстати, все эти элементы – вооружение. Я подробно описываю в этой прекрасной книге, снаряженной для битвы. Скачайте ее сегодня, бесплатно. «Вы будете готовы для победы над врагом». Итак, во 2 Коринфянам 10, 4 сказано, «Оружие воинствования нашего, Слово воинствования, играет важную роль». Это греческое слово «стратея», которое описывает спланированную атаку. Оно происходит от слова, которое означает «стратегическое введение войны». Наше видение – донести Евангелие до ближайшего окружения и даже до краев земли. Наша цель – сделать так, чтобы Божье слово звучало из каждого устройства в любой точке мира. Сегодня служение «Благая Весть онлайн» ежемесячно достигает около 180 тысяч человек. Мы верим, что через 2 года аудитория служения возрастет и будет достигать более 500 тысяч человек благодаря новому формату учения на разные библейские темы, росту онлайн-аудитории, ежедневному вещанию на спутниковом канале, в кабельных сетях и на региональных телеканалах. Приглашаем вас стать частью этого грандиозного расширения и вместе нести Божье слово до краев земли. Примите решение посвятить свои финансы на Божье дело. Мы верим, что когда вы участвуете в распространении Божьего Царства, Бухобильно благословляет вас и расширяет и ваши пределы. Это ваш партнер Рик Реннер. Спасибо вам за участие в нашем новом проекте «Расширение». Наш совместный труд сможет изменить чью-то жизнь. А Бог благословит вас.